Из Бахчеванжи в Щелково-7 через Хотово и Чкаловский. Автобусный маршрут, связывающий бывшие военные городки, запустили в Щелковском районе. Для жителей Хотово цифра 9 стала счастливой. Они, как ни то другое, ждали появления автобусного сообщения. Необходим, очень необходим, жизненно необходим. Никакого сообщения у нас с городом не было. Вот единственное сообщение сделали. Конечно, дай Бог, чтобы он и ходил, и было это надолго. Маршрут будут обслуживать 8 таких автобусов. Все оборудованы кондиционерами для удобства жителей, перевозчик и ПАГ-фонов. В месяц планируется перевезти более 6 тысяч пассажиров. Тарифная сетка от 35 до 55 рублей, в зависимости от дальности поездки. В разгаре ремонтные работы в школе номер 11 имени Германа Титова. Рабочие укрепляют козырек фасада, планируется сделать ограждение. Пока немножко под ремонт сделаем, потому что и у родителей беспокойность была, что фасад находится в недворительном состоянии, и у руководства школы. Поэтому нашли инвестора, Советы землевизионных источников, сделаем фасад. Благоустройство территории, отделочные работы ведутся в детском саду в Первом советском переулке. Близится к завершению отделка фасада здания. Однако возникли проблемы с кровлей. На потолке потеки от прошедших дождей. В понедельник будем вскрывать локальные места, искать проблему, определять комплекс мероприятий для устранения. В завершении в Потапово-1. Здесь к сдаче готовится целый микрорайон. Руководитель администрации встретился с будущими жильцами. Они обеспокоены задержкой сдачи домов в эксплуатацию. Возникли трудности с подключением к воде. Ситуацию Алексей Валов держит на контроле. Застройщик очень добросовестный, надежный. Там не будет срыва. Единственное было немножко там недопонимание по ресурсу, по воде и по водоотведению. Но тем не менее, эти проблемы в ходе рабочих встреч, здесь у нас в администрации, в этой канале, они снимаются. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».